Вы на месте? Мы приветствуем Еву. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверить ли она нам в своем биополе на период сеанса. Она кивает, у нее на голове такой шар, как скафатер у водолаза. И на ногах утяжелители на обоих внизу. В целом его намерение утяжелители выходят, отключаются полностью, летят в клетку-тюрьму. Готово. Скэнер просканирует этот шар над головой, подсвечивая все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, связанные с этим шаром. Ты их видишь четко и ясно. Выводи этот шар вместе со всеми подключками. Пошел процесс. Да, вышел. Отправляю в клетку-тюрьму. Разрешение у нас есть на работу. Даю команду, на счет три скэнера сканирует пространство над головой Евы, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все семь тонких тел Евы, находит все. Спрут. Спрут. Синий дракон. Синий дракон. Джин. Джин. И бес. И бес. Твои утяжелители и бес? Да. Какой бес, Вера? Восемь. Какой джин? Два ноль ноль три. Какой синий дракон? Семнадцать шестьдесят пять. И спрут. Хорошо, начинаем с реверса энергии в процессе работы. Я буду вам задавать другие вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Евы, спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоэбрационную энергию в ее биополе. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Чей это шар, который был над головой? Это спрута-скафандр. Скафандр спрута. Сколько ты находишься в биополе, спрут? Четыре года. Зачем такой ты скафандр установил? Жидкость там, удобно ему. А ей удобно, спрут? Ей привычно. Почему ей должно быть привычно? Чтоб мне было удобно. Открывается перед его клеткой воронка в галактическое ядро. Один, два, три. А я считаю, что мне удобно тебя скинуть сейчас в галактическое ядро. Спрещено законом. Ты все законы знаешь, да? Если ты все законы знаешь, что ты зашел в это биополе и забрал ее энергии и право распоряжаться своими энергиями, закрывая воронку. А спрут? Если ты законы знаешь... Энергии хватает всем. Это ты так решил. Ты получил ее разрешение на это? Она тебе лично давала разрешение находиться? Спрут получает удар 50 тысяч герц. Удар. Хрипит. Хорошо. Это самое минимальное, что я могу... Не ожидал. Следующий будет миллион. И на этом мы заканчиваем все разговоры, спрут. Ты не туда пришел. Ты нарушил законы мироздания. Ты забрал у человека право распоряжаться его энергиями. И распоряжаться своей жизнью. Потому что тебе удобно. Ты будешь за это отвечать. Ждем окончания реверса, Вера. Готова. Устанавливали фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Ева забирает все чистые, светлые, божественные. Энергия обратно пошла. Энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Усилие потоки 50 раз. Сколько беса находится в этом биополе? 5 месяцев. Хорошо. В квартире присутствуешь? Он врет. Подожди. Он установил год и два месяца. Назад утяжелители. А теперь 5 месяцев он живет в квартире и перебегает. То есть он заходит и выходит. А чего ты мне соврал сейчас без? Ты хочешь повторить судьбу спрута? Но он не хочет. Он 5 месяцев выходит и не постоянно в ней. Ты год и два месяца находился в этом биополе? До этого. А сейчас я гуляю, он говорит. Перемещаюсь. Ты уже догулялся. Если я еще раз тебя споймаю на лжи, ты потеряешь свои рога. И будешь стоять в пентаграмме с огнями по бокам. Я еще раз спрашиваю. Ты находишься в квартире, да или нет? Да. Он уже говорит, перебегая с портала на портал. Джин, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Год и 7 месяцев. В квартире есть твоя пыль? Да. Синий дракон, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 8 месяцев. Платы твои есть в квартире? Да, есть. Как там с реверсомера? Закончен. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Бес. Выходи, отключайся полностью, возвращайся назад. Спрут, ты присутствуешь в квартире? Нет. Хорошо. Лярвы есть в биополе? Евы? Нет. Бес? Нет, хорошо. Затемнение есть? На голове затемнение. Ему нечего вытаскивать. У него тяжелители только были. Хочешь забрать затемнение на голове? Хочет. Забирай затемнение, возвращайся назад. Готов. Джина выходить не надо. Втягивай в себя всю пыль, все свои подключки. Приступай. А него вокруг рук. Да. Как наручники, только широко расставленные. Как ты на нее воздействовал, Джин, через свою пыль и эти наручники? Он лень показывает. Лень. А на чем же ты тогда деньги? Не хочется. А на чем ты тогда монеты зарабатывал свои, если человек ленится? Через лень еще больше энергии тратится. Да ты что? Вот это я действительно не знал хорошо. Когда лень, а нужно делать. Да, он все знал. Да, это энергия преодоления себя. Вполне возможно, много теряет. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью. Что ты делал в этом биополе? Он изучал чувства. У него в сердечном платье все, что она чувствовала. Он изучал. Понятно. Он не знает такие чувства. Какие именно ты чувствовал? Он анализировал. Человеческие чувства ты не знаешь. Да. Понятно. Притяжение, любовь, смех, радость. Вот этого всего в твоем мире нет? Для него это отражается разными цветами. И у них определенная вибрация каждого чувства. Это он изучал. Я понимаю, эти чувства. Своими параметрами. В таком выражении, как у нас нет. То есть у вас нет такой радости. Есть обязанность. Обязанность. Ну да, вы дисциплинированы. Он снял плату. Цивилизация. И спрут у нас остался. Что осталось? Осталось что-то еще на твоей чистоте спрут? Да, есть у него присоски. Выходи, вытаскивай их, отключайся полностью. Эти присоски тормозили ее развитие, ее мысли. То есть они до определенного были момента, а потом все заново по кругу ходило. Я не понимаю, чем она только это заслужила, спрут. Вот это мне непонятно. За что ты на нее такое массивное воздействие оказывал? Он не считает, что это массивное. Ну хорошо, я узнаю. Он не делал ее инвалидом. Даже вот так. Хорошо. Он все снял. Ну что ж. Если все все убрали, даю команду на рассинхронизацию Евы с спрутом, его шаром, с синим драконом и его платами. Джином, Бесом и его утяжелителями. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемой энергии Еве отстегнуть все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетает каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю. Ли, посмотри, пожалуйста, я тебя редко из-за спрутов вызываю, но здесь какой-то спрут попался. Интересно, 4 года сидел, установил скафандр над головой. Зачем он это делал? Он говорит, ему так удобно. Я ему пригрозил то, что я могу его уничтожить. Он сказал, нет, нет, по законам это запрещено. То есть он законы прекрасно знает, забрал у человека, тормозил ее. Присоски были на голове и этот шар. Посмотри, пожалуйста, не засветился ли он где-то еще раньше. Какой-то целеустремленный спрут. Возьмем на проверку. Благодарю тебя. Хорошо, спрут. Не все так просто, как ты думаешь. Тебе удобно. Не так это все делается. Уничтожить подключки. Под этим шаром и утяжелителями, откроя воронку в галактическое ядро, все уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, все прошли проверку. Бес, ты не сидишь в мужчине вместе с джином, которого мы тоже сегодня чистим, обращаясь к бесу, джину и синему дракону. Джин есть. Значит, джин тогда останется здесь находиться, потому что мы сразу после этого чистим этого мужчину, чтобы не ходить джину туда-сюда по несколько раз. Беса и синего дракона. Я сейчас открою каждому вам портал в квартиру. Евы. Каждый из вас соберет, что он там оставил. Я приду, проверю. Бес мне еще покажет все порталы, которые находятся в этой квартире. Я их закрою. И после этого я могу бесу собрать весь негатив, который находится в этой квартире. Устраивает бес? Устраивает. Открывается два портала в квартиру. Евы. Один, два, три. В один идет бес. Во второй синий дракон. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Готово. Поехали дальше. Выходит эмоциональный фантом. Евы. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкоэбрационные эмоциональные энергии. Низкоэбрационная и резисгенерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У меня снизу серый, он кверху темнее. Евы, вы готовы отказаться от этих энергий, которые вы сгенерировали? Готово. Сворачиваете энергии в шар? Джин, скажи мне, а почему вас не интересует эмоциональный фантом Джинов? Или арва вас из-за темнения не интересует? У вас другая пища? Джина другая энергия интересует. Это грязь для демонов. Понятно. Открываю воронку в галактическое ядро и произвожу сброс этого шара. Закрываю, печатаю и растворяю. Интересная информация. Я просто заметил, что мы никогда ничего не получили. Поехали по частотам. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Ева, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Я все сияю. Отлично. Я гибкая. И полная. И меня много. Разными цветами энергии исходят от меня. Я счастлива. Во благо. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биороба душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Я остаюсь с Джином в комнате диагностики. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Евы в ее систему биороба душа. Забудем. Подключаем к каждому органу клеточке извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok